Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Конкина. Добро пожаловать на мой канал. Мы не виделись две недели. Я была в отпуске, мы ездили в Москву, так специально выбрали время, чтобы походить по театрам, по музеям, по красивому городу, по замечательным ресторанам. Прекрасный-прекрасный отпуск. Москва один из самых красивых городов мира. Всегда это был Париж. Но сегодня Москва стоит или следующий, рядом, или даже ходит на первое место. Настолько это красивый город, настолько там интересно. Мы дважды побывали в Большом театре, на балет, ходили на балет. Другие театры тоже, театр-опереты, драм-театры. Потрясающее времяпровождение, очень красивый город, очень вкусные, шикарные, недорогие рестораны. Рекомендую очень-очень-очень. Поэтому, если кто-то не был, обязательно съездите. Получите огромное удовольствие. Ну вот, так как мы не виделись две недели, я не могла записывать видео. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о... Просто ответить на ваши вопросы, которых накопилось очень много. Я старалась отвечать, но не все было возможно для меня. Первое, что бы я хотела поговорить, на какие вопросы ваши ответить. Просто вот так буду отвечать по списку. Я извиняюсь, если это будет не всем интересно. В конце разговора я дам рекомендации книг, которые нужно прочесть обязательно. Поэтому, пожалуйста, не уходите, оставайтесь с нами. Первый вопрос такой, как учить английский язык? Ну, моя рекомендация учить английский язык – это выучить саму грамматику. Это не так сложно. Английский – это один из самых простых языков, которые можно учить. Пожалуйста, возьмите учебники, выучите грамматику. Великолепно, на зубок. И кроме этого, обязательно читайте литературу, читайте все. С того момента, как я начала учить английский, я не читала ничего на русском языке. Хотя до сих пор не читаю. Читаю все, в основном, на английском языке, потому что уже 20 лет. Потому что я до сих пор чувствую, что английский требует изучения. Еще и еще. То есть вы никогда не перестанете его учить. Поэтому перестаньте смотреть телевидение, радио, слушать на русском языке. Полностью переключайте свой ум на английский язык. Слушайте и читайте все на английском. И английский вам придет. Конечно, идеальная эта среда. Для родителей могу рекомендовать отправлять ваших детей на лето работать в семью нянечкой. Если ребенок подросток, лет 16-17, уже можете отправлять в Англию или в Америку, или куда-то еще работать в семью. Сначала в Англию, потом во Францию, выучить французский. Это самый простой метод. Так делают и швейцарцы. Ну, а взрослым людям, конечно, читайте, учите, берите курсы, делайте все абсолютно возможное. Это очень простой язык, самый простой из всех. Поэтому желаю всем успехов. Ну, второй вопрос, на который я хотела бы ответить, это украшения. Какие я ношу украшения? Ну, у меня, как у всех женщин, есть, наверное, несколько вещей из Тиффани, которые я одеваю по особым таким торжественным случаям. А так я в основном ношу очень часто бижутерию. Считаю ее очень-очень модной и молодежной. Все-таки настоящие такие украшения больше придают вам возрасте, делают вас слишком значимой. Посмотрите на Энн Винтер Тур, которая является редактором журнала ВОГ в Нью-Йорке. Такие она носит украшения. Она смешивает несколько различных камешков. И я тоже научилась этому у нее. Делаю это, покупаю совсем недорогие украшения. Чаще всего различные камни. Смешиваю их вместе, рядами, и получается очень нарядно. Еще такой вопрос. Какие я ношу перчатки? Меня спросили вопрос о перчатках. Могу сказать, что я ношу только черные кожные перчатки, потому что у меня просто нет пальто светлого, которого бы требовало, может быть, другие перчатки. Самые простые. Никогда не трачу больше 100 долларов на перчатки. Одни перчатки у меня тонкие, с шелкой подкладкой. Другие перчатки обязательно теплые, с какой-нибудь кашемировой или шерстной подкладкой для зимы настоящей. Но я думаю, что самые простые перчатки, для бы не сделать ошибок, это черные кожные перчатки. Все остальные или изнашиваются очень быстро, и из ткани, и шерсти. Другие смотрятся толстыми на руках и не такими элегантными. Поэтому мое решение такое самое-самое простое. Следующий вопрос очень интересный. Как купить сумку? Я рекомендовала всем женщинам иметь столько хорошие, не покупать никогда фейк, а иметь только хорошие сумки, и, возможно, покупать их на ebay. Есть такой веб-сайт ebay.com. И, насколько я знаю, это очень защищенный веб-сайт. Вы, если чем-то недовольны, можете отправить назад. Если вы купите, и что-то вам покажется, что это не то, что вы ожидали, и это ошибка, вы можете вернуть. Ebay это контролирует. Поэтому, когда вы покупаете, здесь в английской среде людей учат сразу, как только вы приезжаете, берете курсы какие-то, вас учат таким вещам. Первое – это, если вам что-то кажется очень хорошим и очень дешевым, скорее всего, это ошибка. Это не так. Есть такая поговорка, называется «too good to be true». Это означает, что не может быть. Слишком хорошо, чтобы это было правдой. Поэтому правда, скорее всего, где-то будет реальной. Смотрите на вещи, чтобы они были реальными. Вот. И еще есть такая поговорка, которая называется «if it feels wrong, chance it is wrong». То есть, если вы чувствуете, что что-то неправильно, доверяйте своим чувствам. Это, скорее всего, кажется неправильным. Поэтому всегда, когда вы принимаете любые решения, не только по поводу покупки сумки, но абсолютно любые, доверяйте своей интуиции. Интуиция – это самое сильное чувство, которым мы все обладаем. Поэтому, если вы чувствуете, что где-то что-то не то, слушайте себя внутри, прислушайтесь, остановитесь на минуту, приспите с этим, ляжьте спать и спросите себя с вечера, а что же на самом деле это значит, что по любому вопросу так принимается решение. Чувствуйте свою интуицию и доверяйте ей в первую очередь. Вот это вот как покупать вещи на ebay. Если, насколько я знаю, читаете и изучите полисы, если вам не понравится, вы всегда можете вернуть это. Вот. Следующий вопрос. Ношу ли я спортивную одежду? Я ношу спортивную одежду очень редко, только когда я занимаюсь спортом. На улицу почти никогда, я просто не из спортивного склада, поэтому мне никогда это не комфортно, у меня не такие, я не такая высокая, с такими длинными ногами, когда, наверное, спортивная одежда больше всего подходит. Поэтому это не мой стиль, а мой стиль более классический или иногда романтично-классический. Вот. Но по поводу одежды спортивной, сказала бы, не переборщите. Если вы еще в 12 часов дня, и вы не идете с клуба, и все еще одеты в костюм йоги, то, скорее всего, что-то не то. Никогда не носите трейнерс, вот эти вот спортивные штаны. Это совершенно недопустимая одежда. Она настолько примитивна, она настолько создана только для джима, только для спорта и никогда для улицы. Поэтому я даже не знаю случаев, когда бы я носила спортивную одежду. Джинсы у меня есть, джинсы я ношу по выходным, когда мы куда-то едем отдыхать. А так спортивная одежда мне не подходит просто. И поэтому всем вам тоже рекомендую. Не переборщите с ней. Носите ее иногда и немного, и по случаю. Но если вы очень высокая, очень стройненькая, то, может быть, какие-то элементы вы можете для себя взять, но не полностью все. Третий вопрос. Еще один вопрос. Что носить дома? Что носить дома? Ну, во-первых, никогда не носить никаких халатов, кроме как в своей ванной комнате, куда вы уходите. И халат у меня всегда только белый, махровый халат такой, который я ношу только-только из душа и вокруг, и все. Поэтому халаты отпадают, они только для вашей ванной комнаты. Дома вы можете носить джинсы какие-то свободные, или свободные какие-то брюки, или вот у меня есть, допустим, костюм Аберкомбе, очень такую из высокого качества хлопка. И иногда, когда я очень устала, я могу одеть такие бриджи Аберкомбы, какую-то маечку хорошую. Но помните, что дома вы должны быть так же красивые, так же сексуальные, как и везде. Поэтому не надо относиться к своей домашней одежде, как к чему-то, что-то выносится старое, что-то, что-то ненужное. Нет, я и ношу дома иногда юбочки. Никогда не ношу никаких тапочек таких специальных. У меня даже нет таких тапочек. Я думаю, ношу сланцы, если это босые ноги. Если ноги не босые, если для меня там еще колпотки днем, то я одеваю какие-то туфли домашние, или какие-то еще кожные хорошие такие шлепанцы. Но никогда никаких таких мягких тапочек, у меня даже их не существует. Даже в ванной я одеваю только сланцы. Даже в ванной нет никаких таких тапочек, потому что я считаю, что это настолько уродливая обувь для дома, что если женщина кто-то вообще одевает какие-то такие тряпочные тапочки, то вы ошибаетесь. Выбросьте их. Купите себе хорошие кожные такие тапочки, которые держат вашу форму. То есть домашняя одежда это тоже одежда. Это не полный релакс, когда вы можете выглядеть как угодно, одевать на себя что угодно. Она такая же красивая должна быть, как и одежда на улице, когда вы идете куда-то. Вы всегда должны оставаться красивыми, везде всегда. Еще один вопрос по поводу белья женского. Я думаю, что белье... То есть нельзя одевать сверху все красивое, а внутри нет. Красиво должно быть все. Вы должны быть абсолютно великолепны везде. От кончиков ногтей до корней волос. Абсолютно все должно быть очень красиво. Поэтому когда вы носите белье, оно должно быть одинаково цвета. То есть ваши верх и низ должны быть одинаково цвета. Одинаково красивыми. Если это бюджетное белье, то Victoria's Secret предлагает великолепное, замечательное женское белье. Очень недорогое и очень хорошее. Этого может быть достаточно для бюджетного белья и удобного. Можно менять часто, выбрасывать, не занашивать его долго. Поэтому отдельно хочу сказать для девушек, для женщин. Никогда не носите такие вот нижнее белье, трусики с брюками, такие вот закрытые. Только на английском это называется tank. Я не знаю, как по-русски. По-моему, strings, как-то еще так. Я не уверена. Но я ношу только такие в течение дня. Только на ночь вы можете одевать что-то более комфортное, хлопковое, удобной для вас формы. Но в течение дня, не дай бог, где-то что-то будет выделяться на вашей одежде. Это совершенно недопустимо. Старайтесь делать вид так, что на вас ничего не должно быть. На юбке, на платье, на брюках должно быть абсолютно все гладко. Так, еще один вопрос. Как бороться с неряшливостью? Это целый огромный, сложный, сложный вопрос. Если очень коротко сказать, может быть, я когда-нибудь подготовься, запишу специальный вид на эту тему. Но неряшливость, это, наверное, если это не болезнь, которая существует очень... Иногда вы видите людей, у которых дом, все завалено мусором, которые собирают это. Машина, может быть, я иногда вижу машину, подходишь, а там только водительское сидение чуть-чуть свободно. Все остальное просто засыпано полностью. старыми остатками еды, бутылками, еще чем-то, чем-то, чем-то. Точно так же и в домах бывает, когда вы видите, наверное, человек только проход оставляет себе куда-то. Так вот, если это не болезнь, а если это обычное качество просто как лень, то, к сожалению, конечно, это очень-очень плохое качество и нужно приложить максимальное усилие, чтобы излечиться от этого, избавиться от этого. Трагедия, когда это качество принадлежит женщине. Мужчине тоже, конечно, очень плохо, но хотя бы он хоть как-то гарантирован тем, что если он женат, то все будет идти на каком-то таком нормальном уровне. Но хочу сказать так, вокруг вас все должно быть великолепно, все должно быть красиво. Вы сама должна быть красивой абсолютно везде, абсолютно все. И вокруг вас тоже. Поэтому ваш дом, окружение, чистое оно или нет, это тоже элемент вашей культуры и красоты вокруг вас. Если это не совсем красиво, не совсем чисто, то это не так великолепно, как я бы считала, должно быть вокруг каждой женщины и везде. Это очень просто. Научитесь делать все немедленно, тут же, ничего не откладывая. Если вы разделись, то одежда должна быть повешена в шкаф моментально, и в шкафу все должно быть моментально. У коротных людей это занимает гораздо меньше времени, чем у ленивых людей, у которых беспорядок везде. что-то потом наводить полный порядок. Поэтому все, что вы делаете, делайте тут же и сразу же. Никогда ничего не откладывай. Тогда вокруг вас все будет красиво. И поэтому быть неряшливым или не быть неряшливым – вопрос вашей культуры. И я уверена, что по-настоящему культурные люди не могут быть неряшливыми. Это невозможно. Потому что это такая же часть, как и вот на... В шкафах есть такое выражение «visual pollution» и «hearing pollution». Это говорит о том, что «visual» – это визуальное загрязнение, как окружающей среды, или «hearing» – это слуховое загрязнение, когда нас разрушают плохие и неправильные звуки. Поэтому вот это вот визуальное загрязнение окружающей среды вокруг вас и есть не совсем красивая атмосфера вокруг вас. Поэтому все, что вас окружает, все, на что ложится ваш взгляд, должно быть таким же красивым, каким вы сами. И это... Просто делайте это. Просто научитесь это делать тут же, моментально, сразу. Составьте себе список и заставляйте себя. Это должно быть усилием вашей воли для начала. Вот так вот по этому сложному вопросу, наверное, он требует гораздо большего разговора, чем очень такой короткий. Вот. Ну и, кажется, я ответила на все вопросы. Очень коротко, в самом конце, мои рекомендации для вас, какие читать книги, что я считаю очень-очень важным. Но первое, что совершенно, абсолютно великолепно, и это на Джим Рон, вот на русском его книга, так называется «Сезоны жизни», переведенная книга. И это вот книга на английском. Тот же самый Джим Рон, он уже умер, его нет, но лучше его никто никогда не сказал о том, как строить свой успех и свое счастье. Посмотрите внимательно, его книга называется «Seven strategies for wealth and happiness». Очень короткая книга, очень маленькие книги, которые он написал. Он вообще написал очень мало. Вот его еще одна книга «My philosophy of successful living» Джим Рон. Пожалуйста, найдите его на русском или на английском языке, на каком вы читаете, и обязательно начните с него. Номер один. Джим Рон. Ну, конечно, все знают, и я уверена, что все знают наизусть, «Наполеон Хилл», «Think and Grow Rich». Эти книги у меня куплены еще в 90-х годах, очень-очень давно. И эта книга такая же классика успешной и счастливой жизни, как и Джим Рон. Должна быть в каждой библиотеке, каждый человек должен ее знать и читать. Еще одна книга «George Closson. The richest man in Babylon». «Самый богатый человек в Вавилоне». Тоже классика успешной жизни. Ну и, конечно, Джак Кенфилд. Его книга «Принципы успеха» на английском или на русском языке, на котором вы читаете. Ну и, конечно, незабываемый, абсолютно необходимый нам всем Дэйл Карнеги. Вот его книга «Make yourself unforgettable». То есть эта книга «Сделай себя запоминающимся таким». И у него написано много книг. На самом деле вы должны прочесть абсолютно все книги Дэйла Карнеги. Он был богатейшим человеком. Он построил огромное состояние, будучи бизнесменом. Он мне писатель и написал книги. И все свои деньги, которые он получил в процессе своей деятельности, он потом отправил на благотворительность. Удивительный человек, умница. Это классика. В следующий раз я буду вам давать еще и еще книги. Сама я сейчас читаю вот такую книгу, которая называется «Happiness». Такая вот книга. Я потом вам расскажу ее. Ее написал Мэттью Ричард. Это человек, который 35 лет уже живет на Тибете, француз. Успешный очень человек, который занимался молекулярной биологией. Оставил все, бросил, уехал из Парижа. И 35 лет прожил на Тибете, изучил тибетскую философию и написал много книг. Он стал знаменитым тем, что он поделился своими знаниями тибетской мудрости, тибетской философии о счастье и успехе. Замечательная, замечательная вещь. Расскажу вам попозже о ее содержании. Всего самого хорошего. Sorry, что мы с вами так долго не виделись. Я теперь вернулась в сторону. Мы теперь будем видеться чаще. Оставайтесь со мной. Пожалуйста, слушайте предыдущие видео. Там очень много-много вещей, которые я делала раньше. Много полезного для вас. Будьте счастливы. Всего хорошего. С вами была Тиана Фонкина. До свидания.